Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и мы уже дома. Да, мы дома, мы дома, мы дома, мы дома, мы дома, потому что... В общем, не буду долго останавливаться на том, почему мы так быстро. Планы поменялись, и мы вернулись домой. Вот. Получилось так, что все дела мы закончили быстро в эту поездку, поэтому очень быстро вернулись домой. И следующий влог уже из дома. Более того, вернулись быстро, и не было времени, к сожалению, снять вам видео белорусских фикс-прайс. Да, я даже не успела, честно говоря, туда заглянуть. Ну, и не было, честно говоря, не было даже и настроя туда заглянуть. То есть мои мысли были о другом, и поэтому я понимала, что хорошо бы, но не было ни времени, ни... В голове не было все так, чтобы я зашла туда к вам в магазин, сняла как там что, потому что на это все-таки время. Час-два точно мне в магазине нужно было бы провести, чтобы снять вам контент. Ну, ничего. Я думаю, мы еще обязательно это все дело поправим. А вообще было бы прикольно, если бы кто-нибудь из тех, кто живет в Беларуси, попробовал бы мне снять такое видео. Представляете? Взяли бы камеру или телефон, чтобы хороший только был телефон, чтобы снимал прикольно. и прошлись бы по белорусскому фикс-прайсу, вот, и показали бы, что у них там интересненькое продается, какие цены, как написано. Вот, может быть, кто-то захочет это сделать, напишите, потому что мне просто даже интересно на самом деле. Напишите мне в директ, вот. Можно было бы что-то такое замутить. Вот, но, в общем-то, такие дела. Что еще хотела сказать? Да, приехали домой, дела накопились все равно, даже за эту короткую поездочку. Ехали через Москву, я уже не снимала контент, встретилась с друзьями, чуть-чуть время провели, и, в общем-то, вернулись домой. Давайте начнем с того, какие планы у меня, сколько всего навалилось. У меня я хочу, в конце концов, покрасить свои волосы, если честно. Я уже созвонилась с девочкой, которая брови мне татуаж делает, сколько вы помните, да, и уже на следующей неделе, наверное, она сейчас уехала, на следующей неделе мы уже запишемся, будем делать мои бровки, поэтому красить я их пока не буду, чтобы она видела, как там все у меня с бровями. Что еще, какие планы так покрасить? Сейчас я вообще хочу себя привести в порядок, на самом деле. Покраситься, ну, брови это потом. Покушать. Мы приехали, свекровь наготовила еды всякой вкусной, моей любимой капусточки потушила, в общем, встретила так хорошо, за что ей большое спасибо. Заботливая моя свекровь. Люблю. Вот. И, короче, настроение классное, что не нужно думать, короче, не нужно думать вообще ни о каких домашних делах. Вот. Она обо всем позаботилась. Я сразу же думаю о делах насущных. Вот. Что мне нужно сделать, как и что. Поэтому в ближайшее время будет много видео распродажи одежды, как я вам и обещала. Я как раз перенесла. Это уже кто-то спрашивал. Когда, Селена, будет распродажа обуви из твоего шоурума? Вот. Это следующее видео, которое будет на втором канале. Вот. Так что, кто подписался на второй канал исключительно из-за фикс-прайса в Беларуси, то будут другие хорошие видео. Вот. А контент из фикс-прайса Беларуси, возможно, кто-то захочет для нас записать. Мы с удовольствием примем, примем эту идею. Вот. Так что пошла я потихоньку приводить себя в порядок. Фух. Ну что, мои хорошие, я собралась сейчас, выхожу, помыла голову только. Краситься не хочу что-то вообще. И краситься не лицо, не волосы. Точнее, волосы я хотела покрасить, но решила их не красить, потому что... Потому что мне надо снять вам одно видео, а у меня уже есть снятые видео, которые... Ну, то есть, будет... Есть видео, которое я должна снять для вас. Это обувь, распродажа обуви, да? И оно будет уже на втором канале. А после него будет видео другое, там, где я еще не покрашенная. Короче, чтобы не было диссонанса, что вышло видео, где я уже покрашенная, потом не покрашенная. Я решила, пока не краситься, а снять это видео важное. Вот. А потом уже покрашусь, чтобы все новые видео были с окрашиванием. Сейчас мне нужно пойти за двумя посылками. Одна посылочка для Дэнни я заказала на Вайлдберрис. Там книжка такая специальная. Покажу вам, короче, там до в садик отдать. И посылка какая-то пришла. По-моему, там уход мне для лица. Буду тестить на втором. Короче, классная какая-то штука. Лифтинг какой-то обалденный. Я уже в нетерпении. Все. Я еще, честно говоря, не все чемоданы подняла домой. Только в кроссовке у меня здесь. Вообще хотела одеть эти, как их называют, ботинки хотела одеть. Но они в чемодане. А чемодан с вещами еще в машине. Лень его поднимать. Ну и потом за Дэнкой в садик, наверное, и домой. Кстати, я еще научилась ездить на круиз-контроле. Честно говоря, очень долго училась. Мне тяжело прям было, что ты рукой должна переключать вперед-назад, значит. Короче, у нас такой круиз-контроль на руке, да. То есть рукой ты набираешь скорость вверх и спускаешь, если тебе надо, скорость. А я привыкла как бы ногами все делать. И, ну, если я на тормоз вдруг нажимаю, резкое торможение мне нужно, я нажимаю на тормоз, как бы все сбрасывается, да. И опять снова. И на самом деле я вначале не могла вообще это никак сделать, вот. И мне просто мозг отдельно, то есть как будто, знаете, вот как будто ты только учишься на механике ездить и не поймешь, ли, тут рука, нога, дорога. Короче, полностью отвлекаешься от дороги. Но потом, в конце концов, быстро научилась. И это реально очень удобно, потому что когда долгое расстояние, дорога была вся чистая, вообще никаких пробок в дороге вообще не было. И реально бывает, вот ты держишь скорость там вот так, да, 110-120, и едешь как бы. Мы ездили только по платным дорогам туда, обратно, вот. Все быстро как-то и с комфортом. И да, этот круиз очень-очень сильно пригодился. Прям вообще классно. Ну, если нужно резкое торможение или там быстро сбросить скорость по знакам, то резко нажимаешь тормоз. Так что вот такое еще. Еще одно умение и навык у меня в копилке и круизом научилась пользоваться. Всем доброе утро. Всем доброе утро. Мы с Денечкой идем в садик. На улице солнце. И на мой взгляд, уже чутка морозно, если честно. Ну, реально уже морозит. У нас уже костюмы с начесом обоих. Вот. Сегодня вон несу логопедическую карту. Ну, все довольно-таки просто. Там тест идет на 4 года, на 5 лет и на 6 лет. Ну, типа, чтобы понимать там развитие, что ли, да. И логопед делает отметки, как бы, что там происходит. Рост, сдвиг или нет. Ну что, мои хорошие, опять моя камера не выдерживает моего бешеного ритма съемок. И я сняла пару видео и просто напрочь села батарейка. Хотя, по-моему, он стоял на зарядке. Камера стояла на зарядке всю ночь. Просто два видео и уже красным мигает. А я хотела еще одно видео записать. Ладно, придется сделать перерыв. Пока сейчас посмотрю, что у меня там по... Что у меня там на почте, как, что, короче, пообщаюсь. Короче, есть чем заниматься. Сейчас время уже 20 минут четвертого. Я еще не кушала толком. Я съела только мои любимые, кстати, вафли. Я вам сейчас покажу. Они протеиновые. Я вчера была в магазине в Точке Вкуса. И обалдела, когда увидела там вот эти вафли. Вот эти вафли кокосовые я в первый раз попробовала в своем фитнес-клубе. И вот эти самые лучшие кокосовые. До этого я брала вот такие. Здесь, видите, 0 сахара, 23 белка. На Стиве, БЖУ, там все дела. Короче, вот такой одной вафелькой можно заменять себе там полноценную, ну, какую-то еду, короче. Кто там у меня орет? А? Короче, можно заменять. Вот я завтрак заменила, и уже время 20 минут четвертого я еще ничего не ела. Вот это классная, кстати, штука из Икеи брусничная. Десерт. Джем брусничный. Очень вкусный. Его уже почти нет. Я его и в чай, и везде, короче. И очень нравится мне его с творожком. Вот есть там творожок. Вот. Сейчас буду есть капусту. Капуста у меня здесь. Там я свекровь приготовила. Знает, что я люблю капусточку. У меня и мама, и свекровь. Мои дорогие, они знают, что я люблю капусту, но знают, что я ее не люблю готовить. Вот. И у меня и мама всегда готовит капусту к приезду. И вот свекровь тоже приготовила. Классненько. Вот. Сосиски вчера купила говяжий. Ходила в магазин. Говяжий. Вот такие вот мне нравятся сосиски. Купила оденьки, творожочки. Сырок купила. Короче, пустой холодильник почти. Аппетита чего-то нет в последнее время. Вот. Поэтому. А у меня еще вот такое вот пивко стоит. Безалкогольное. Хугарден моя любимая. Я его заказала перед отъездом. Иногда вечером хочется сесть, что-нибудь солененькое пожевать. И запить пивом. Но безалкогольным. Следующее видео, думаю, будет уже... Я буду делать прихожую. Обклею этими кирпичиками, которые я вам говорила. Надеюсь, хватит у меня. Но почему-то у меня такое ощущение, что мне не хватит этих кирпичиков моих. Я поеду в Леруа их докупать. И еще у меня идея там возникла. Но я вам покажу. Вы увидите, как она смотрится. И покажу, что за идея. И надо будет выяснить вообще, она реализуется у меня или нет. Кто пришел? Ой, любовь какая. А кто это тут за мальчик? Мальчик-зайчик. Короче, девчонки, очень так интересно наблюдать за животными. Мне кажется, что бантик, он только-только потихоньку начинает расслабляться. Еще так не в полной мере. Он немножко такой диковатый кот, мне кажется. Может быть, он все-таки не очень мало провел времени на улице. И пока что он, знаете, вот как отрешенный от семьи. Он как будто не с нами. То есть у него туалет, поспал и еда. Главная задача вообще. И то есть вот если он ластится, если он целует, я четко ощущаю, что это он хочет жрать. Он просто тупо просит еды. И просто так вот не подойдет. Просто так целоваться, знаете. Куда полез? Куда полез? Ну-ка, ты смотри какой. Вот. Ну в этом плане он очень послушный. Знаете, там я ему говорю, нельзя, например, если я накладываю там милочки и ему. Он обычно съедает всю свою еду, а потом доедает миланую еду. Вот. И я его ругаю, чтобы они начинали есть одновременно. Потому что мила за ним не успевает. Она вообще такая, она подождет, пока он поест. И потом идет к миске своей есть, пить. В туалет после него ходит. Хотя иногда успевает на чистенькое. Когда я только уберу, сразу на чистенькое бежит милка вперед. Вот. И мне кажется, первое, с кем он более-менее налаживает контакт, это с милой, кстати. Вот с милой они уже играются, могут рядом лежать. Что-то там она его нюхает, он ее. Вот. А пока что вот к хозяевам такой постольку-поскольку. Вот я что чувствую. Постольку-поскольку. Да? Жрать хочешь, бантик? Вот за жрачку все сделает. Он будет себя вести так, как будто он кот вообще самый, вообще, самый замечательный кот. На свете. Что у меня валяется тут. Я такая в черных носках. Я с садика пришла и вот так вот в черных носках огоняю. Там Дэнкин носок, Дэнки трусняк. Немножко так разбросано все. Ой, какая пасть у тебя. Страшно-страшно. На фоне у меня все время какие-то, я не знаю, режим какой-то включила. Девчонки, телевизор включается сам. Вот я его выключаю, иду, ложусь, через там полчаса он включается. Включается, начинает показывать время, дату, картинки какие-то меняет постоянно. Короче, я не знаю, как этот режим выключить. Ну, я не пробовала еще, но просто раньше такого не было, а сейчас он сам включается. И вот каждый раз я его выключаю, он потом сам включается. Я опять выключаю, он потом сам включается. Это увлажнитель, кстати, очиститель я достала. Кто спрашивал, вот у меня Panasonic. Один из очистителей, это Panasonic. Но этот дорогой, он идет просто там на 70 квадратов, по-моему, очищения. А есть у меня еще Xiaomi. Вот он в детской стоит, тоже прикольный, он подешевле. Тут 10 тысяч что-то стоит. Или нет, 12, по-моему, стоит. Сейчас покажу. Вот, вот этот Smarty Me. Хороший, удобный такой. Он, по-моему, в официальном магазине стоит то ли 11, то ли 12 тысяч. Все, кошечки мои, пошла я за малым. В садик. Сегодня я много всего понаделала. Хотя я думаю, что сейчас он придет. И я бы еще, наверное, видео сняла, потому что я так неплохо выгляжу сегодня. Я всегда как-то накрашусь хорошо. А чем я сегодня накрасилась, кстати? Я еще с... Не все вещи, вот косметичку еще с машины не забрала домой. И сегодня достала старый тональный крем. Ну, он не старый в том смысле, что там пропавший старый, да? А в том плане, что я им практически не пользуюсь. Но это не BB крем, а тональный крем от Maybelline. И я даже под глазами ничего не мазала. Я им просто намазала. Он так скрыл все недостатки. Просто выровнял тон. И он еще мне под цвету идеальным подходит. Третий тон. Вообще, мне когда-то дарила этот Maybelline. Ленусик Хэппи. Вот, она им тоже пользуется. И говорит, вот там супер-пупер, возьми. И сегодня я им намазала. У меня даже кисточки не было. Я рукой распределила все. И прям хожу и любуюсь. Такой красивый, ровный цвет лица. Все, пошла за малой. Я сходила в магазин. И не знаю, как я сегодня хочу провести вечер. Съесть вот такие вот сладюшки. И запить все это дело молоком. Вот, 2,5% нравится мне молочко. Прям вот хочется. Или поесть чипсы и запить безалкогольным пивом, которое я вам показывала у меня в холодильнике. Вкусненько есть. Вот дилемма. Как вечер провести? Сегодня мне пришли хорошие новости, которыми я, к сожалению, не могу с вами поделиться. Но они довольно-таки хорошие. Если все будет замечательно, то будет все просто замечательно. И вот, не знаю, как себя порадовать после стресса. Для тех, кто смотрит мой второй канал, вот у меня, видите, сейчас три подушки, которые мне нужно за три дня затестить. И на каждой из них поспать. И понять, какая мне больше всего из них подходит. Это подушка, которую я сделала сама, можно сказать. Я в фикс-прайсе купила чехол. Это чехол, тоже будет обзор на втором канале фикс-прайсе. Купила чехол и одну подушку, короче, раздербанила, положила туда наполнитель. Стало покомфортнее, потому что та подушка была поменьше, это побольше. В общем, эту надо затестить, удобно ли будет на ней спать. Вот эти две подушки я покупала в Васильке. И одна из них женская, чисто женская такая подушка, знаете. Там определенный наполнитель для женщин. Там пух, перо, еще что-то. Бантик что-то стащил со стола. Кусок мяса, понятно, все. Так, а вот эта подушка, это такая в коробке там продавалась. Крутая подушка тоже. Сейчас одела все чистенькие наволочки. И сегодня, не знаю, на какой буду спать. Наверное, на женской. Сегодня на женской буду спать. Если вдруг мне не пойдет, и на ней сложно будет спать, или я не засну, то я поменяю на другую. Вот, потом, короче, скоро придет Василек у меня очередной. И там уже в видео о Васильке я буду рассказывать об этих двух подушках. Которые вот из Василька. Борбосина! В общем, девочки, вот эта вся обувь, которую я сейчас насобирала, которую я буду продавать. Эта, девочки, вся обувь новая. Только две пары здесь, в которых я крутилась в своем шоуруме. Когда я вам рекламировала всякую одежду, там, проходочку, все дела, я тоже использовала обувь. Вот две пары. Но никуда в них не ходила. Так что они новые, и все остальные вообще просто навехонькие. И половина обуви, которая здесь, честно говоря, буду продавать прям от сердца отрывать. Просто потому, что они мне чуть-чуть не подходят по размеру. Буквально по размеру. У меня упирается палец, и, соответственно, я уже не могу носить. Так что на втором канале будет на новом фоне. Там, кстати, у меня новый фон. Вот, я же уже его сделала. Будет очередное видео с обувью. Вот. Потом еще будет видео с верхней одеждой. Еще будет видео с сумками, которые у меня остались. В общем, пора, пора все это дело продавать. Прошлое видео с распродажей с моего шоуру вам очень понравилось. Я практически все вещи продала. Одна вещь, по-моему, там осталась у меня. Но я ее еще раз покажу в видео, когда буду следующее очередное видео с верхней одеждой делать. Вот. Надеюсь, вам также понравится и обувь. Вот. Цены будут от минимальных до минимальных. Короче, я сейчас пойду, проштудирую, что, почем это стоит сейчас на сайтах. И с очень большими скидками буду вам все это распродавать. Кеды там есть у меня еще одни, которые я тоже давно заказывала. Уже год, наверное, прошел точно. Я ни разу их не одела. Но они такие удобные, такие мягкие. Они мне по размеру все супер. Просто я кеды не ношу. Вот я поняла, ну, уже поняла, что я кеды не ношу. Мне их даже не нужно заказывать. Но они бывают такие красивые. И вот, кстати, там есть кеды одни вообще просто бомбические. Я прям ходила, думала, думала, но они мне чуть маловаты. Вот чуть. Они мне прям впритык. А я вот все. Малейший дискомфорт. Эта вещь мне нравится, но она будет лежать. Поэтому лучше пусть ее будет носить человек, которому она будет по размеру. Он будет радоваться и заносит их до дыр. Вот. Чем я, у которой лежит она все и все. Вот. Поэтому многие вещи, да, прям скрипя сердцем. И ботинки там есть, блин, которые вообще просто бомба. Я закажу еще такие же, только на размер больше. Ну, просто из китайских сайтов, когда заказываешь, ты никогда толком не знаешь, какой размер тебе придет. Ты вроде заказываешь чуть-чуть сверху, да, то есть 38-й. Да, чтобы вы понимали, кому интересно. То есть там будет обувь несколько, которая просто идет вообще на 36-й, понимаете? Просто на 36-й бы я отправила. В основном там 37-й, 37-й, да. 37-й, 37-й. Поэтому вот они мне маловаты, и они 37-й, поэтому я их и продаю. А у меня 37,5-й, понимаете? И я часто заказываю на сайте 38-й размер. Но когда приходит мне 38-й размер, он идет на 37-й. Вот. Поэтому я когда буду вам уже показывать вещь, да, я вам буду говорить, какой у меня размер, как моя нога себя чувствует. То есть я 38-й, я буду продавать на 37-й. Потому что, допустим, ботинки, они должны быть свободные. В них нога должна быть комфортно себя чувствовать. Никакого пальца впритык быть не должно. Но это по мне. Вот. И ждать, пока растянется. Я так редко ношу обувь. Ждать, пока растянется. Что-то пшикать, брызгать. Блин, ну лучше взять на размер больше. Тем более у меня есть возможность такая. Там есть одни ботинки вообще белые, с черной подошвой. Я их все-таки решила продать и заказать побольше. Блин, они такие красивые. Их так жалко. Короче говоря, сегодня я устала. Сегодня очень эмоциональный день. Как бы я не всеми моментами могу с вами делиться. Но сегодня очень эмоциональный день. Я ждала разной информации сегодня. И наконец-таки информация поступила. И я немного расслабилась. Все. Как бы вот есть моменты, которые чуть-чуть меня как бы расслабили. Я до этого нервничала, а тут меня раз и расслабило. И от того, что когда ты сильно нервничаешь, а потом тебя расслабляет, ты думаешь, блин, чем быть, знаете, как это... Вот у меня так всегда, я не знаю, как у вас, но у меня так всегда. Когда я понервничаю, а потом все хорошо. Ты знаете, какое-то постстрессовое такое состояние, постстрессовое. И тебе хочется либо вкусняшку какую-то, либо хорошо провести вечер, либо выпить уже. Ну знаете, пока ты в стрессе, пока ты в стрессе, пока ты не знаешь, что, пока ты там в ожидании, ты ничего не можешь и не хочешь. Но у меня так, во всяком случае, когда у меня что-то эмоциональные моменты происходят какие-то, я ничего не хочу. Я не хочу есть, я не хочу пить, я не хочу гулять. И ничего не хочу, короче. Я пытаюсь отвлечься, делать то, что я должна тупо делать, и энергию куда-то вкладываю. Кто-то убирать начинает в квартире, кто-то идет на тренировку. Я работаю. Я работаю, потому что в работу уходит много энергии, и если вдруг она у меня есть по тем или иным причинам, то есть по хорошим или по плохим каким-то, то я это буду все вкладывать в работу, чтобы эта энергия приносила мне пользу, а не просто разрушала меня как-то изнутри или наоборот, слишком радовалась и куда-то эту энергию тоже вот так непонятно куда растрачивала. Короче, все в работу, все в работу, все на пользу. А когда ты расслабляешься чуть-чуть, успокаиваешься, то ты как бы фух такая, и чувствуешь весь этот, короче, ты можешь и заплакать, и еще что-нибудь, да, или от радости, или от просто того, чтобы, фух, выдохнуло, да. Ну, у всех по-разному, смотря какая ситуация, да. Вот, ну, вот у меня получился такой эмоционально напряженный был день, и все как бы, ясность мне внесли чуть-чуть, и я чуть расслабилась, и вот сейчас я думаю, что мне сделать с собой, чем мне себя побаловать. И вот у меня два варианта, я вам показывала, да, это вкусняшка с молоком или чипсы с безалкогольным пивом. Ну, вот, знаете, чипсы с безалкогольным пивом, мне кажется, они... А что вреднее, интересно, чипсы с безалкогольным пивом или вкусняшки с молоком? Ну, мне кажется, пива с чипсами, наверное, больше по организму, да, хотя там сахар, там сахар, а здесь у нас что? А здесь у нас и жиры, и сахар. Короче, то и то не варик, но мне хочется что-то бредненького такого, да, как заслужила, у меня же в горле пересохло. Блин, я не знаю, что, наверное, я все-таки молоко с вкусняшками выберу, что-то. Молоко с вкусняшками такое ощущение какое-то, знаете, такое, типа ты маленькая такая девочка, кушаешь немняшки и запиваешь молочком, вот как в детстве, какое-то ощущение такой заботы, молоко вот это, да. Сейчас включу сериал, начала новый смотреть, первый сезон, первая серия, «Самка Богомола», наш российский, я смотрю в приложении «Старт» все это. Вот, и под одеялку Деньку позову, вот, со мной полежит, хотя он там мультики смотрит, ну, коты со мной мои полежат, компаньоны мои. Вот, и, и все. А вот пиво и чипсы, это как-то по-взрослому уже, немножко такой холод веет от этого. Вот молоко и плюшки тепло, а пиво и чипсы холодок. Так что, ну, сегодня, во всяком случае, так. Так что, короче, сегодня я снимать уже видео не буду с этими, с этой обувью, потому что я все-таки устала, вот так вот все время, да, я такая думаю, ой, я смогу, сейчас еще доделаю, чтобы не умываться, пока накрашенное сделаю, думаю, не, завтра сделаю свежий макияж с новыми силами. Еще сегодня в садике сказали, что у нас, оказывается, последняя неделя, и потом выходные, каникулы у всех, да, не знаю, поздравлять вас или не поздравлять, потому что кто-то теряет деньги, смотря на какой работе вы работаете, да, если государственные, вот, там, сохраняется зарплата, а если какие-то коммерческие, то там, у кого-то сохраняется, а у кого-то нет, у кого-то вот отпуск такой. Вот, короче, в любом случае деньги теряются, и фирмы деньги теряют, и работники деньги теряют, не знаю, напишите, как у вас, и рады ли вы этой неделе выходных, которую объявили, вот, а что касается, ну, то, что садики закрывают, правильно, школы закрывают, дети все дома, те, кто должны работать, работать не могут, потому что садики закрыты, ну, в общем, у нас будет, значит, выходные, ну, вот, на эти выходные, наверное, мы будем что-то и придумывать, чтобы, как бы, дома вообще надо сидеть, да, как бы сказали же, дома сидеть, никуда не выходить, но я думаю, на машине-то можно выехать куда-нибудь в лес, ну, в безлюдное место, или вообще никуда нельзя выходить, напишите в комментах, а то я даже не знаю, что делать в неделю, вообще у кого какие планы, кто что будет делать в эту выходную неделю, которую, возможно, еще и продлять, как обычно, вот, а еще столько всего, видите, я с вами давно не общалась, столько всего, а еще мне позвонили недавно и сказали мне, что у меня закончился абонемент, оказывается, в спортзал, я говорю, как так, я же заморозила там, а оказывается, мне заморозили просто на 10 дней, то есть, и все, а потом разморозили, и не предупредили меня ни о чем, и у меня шло время там, вот, это раз момент, потом сказали, у Денни там еще осталось, но мы можем ему заморозить, блин, я думаю, ну нафиг ребенок ходит у меня в садик, и, короче, нам некогда, я говорю, ладно, короче, если у вас так, вообще, я, по-моему, брала на год, и там потом еще заморозку, если вы ее не используете, то вам прибавляются эти месяца, короче говоря, что-то замутили, закрутили, там непонятно, что, я говорю, не, я сейчас не, она говорит, ну я могу вам все это, типа, вернуть, если вы купите новый абонемент, я говорю, нет, спасибо, ничего мне сейчас не надо, с нового года, там и скидки у них пойдут, и как-то с нового года хочется заниматься, вот с нового года, может, я и возьму себе снова абонемент, а сейчас что-то не хочу, как-то я походила вообще, я взяла на год этот абонемент, понимаете, я походила сколько, сколько, сколько я походила, лучше помесячно реально, брай, все, пошла я налью молока, умоюсь, и пойду смотреть сам куб богомола. Всем доброе утро, Денечку отвела в садик сейчас, пришла домой, и смотрю на себя в зеркало, пока мою руки, и хотела вас спросить, замечали ли вы такое, что вот вы, например, встаёте, смотрите на себя в лицо, на себя в лицо, в лицо себе смотрите через зеркало, и какое-то такое, ну, как бы только проснулись, неровный цвет кожи, там, ну, как-то не то, тускло, а на улице холодно, морозно даже, я скажу, и вы выходите, значит, там в магазин или в садик, приходите домой, смотрите в зеркало, а лицо как будто выровнялось, как будто помолодело, подтянулось и выровнялся цвет лица. Кто-нибудь замечал такое? Я почему об этом говорю, потому что я это замечаю уже не первый раз, что когда ты выходишь на мороз, с лицом что-то становится, ну, как бы если только не мороз такой, когда у вас краснеют щёки там, да, и вам сложно вообще рельеф увидеть, у меня как бы, ну, особо ничего не краснеет, как бы не сильный мороз там, да, вот, но холодно, руки замёрзли, и вот я в зеркало смотрю, и как будто я после процедуры какой-то, знаете, после косметолога, и я делаю вывод, что, блин, холод делает на самом деле какие-то, мне кажется, интересные вещи с лицом, вот, а ещё если сначала теплом воздействовать, да, там какие-то микроэлементы пустить туда под кожу, а потом холодом воздействовать, и понятно, что меняется лицо в косметологии. У меня просто новая штука появилась такая, там, ну, прибор такой, там, пять в одном, там, рефлифтинг, потом электростимуляция, потом очищение, массаж, короче, там всё на свете, и в конце, после всех этих завершающих штук, холодом вот так вот прям проводится. Я прям смотрю, прям, ну, классно. А сейчас смотрю, что достаточно только даже на улицу вот так выйти, и оно влияет, понятно, что, блин, если вот эти все приборы, всё такое, оно вот работает вот так с кожей. Но мне интересно, короче, одна я это замечаю, или кто-нибудь есть, кто тоже замечает. Сегодня у меня по плану, сегодня у меня по плану снять вам видео с обувью, вот. И сегодня у меня по плану, блин, я хочу покрасить волосы. Я хочу покрасить волосы, и хочу уже, наконец-таки, налепить кирпичики эти на стену. Всё уже лежит на готове, вот. Но вам надо закончить этот влог ещё. И я думаю, как бы его закончить, ну, не просто вот сидя здесь разговорами, хотя у меня такие влоги тоже есть, да, по болтам называются. Слушайте, я недавно послушала девочку, ой, девочку, господи, женщину, астролога, такая прикольная. А как её зовут? Сейчас я вам скажу, как её зовут. Мне вчера также её скинули. Интервью давала Светлана Драган о себе, каналу Степана Демидова. Время перемен. Интервью, вот так вот наберите в поисковике, время перемен. Интервью Светланы Драган о себе, каналу Степана Демидова. Время открытий. Короче, ну и пишут, типа, говорят, она самый мощный астролог в стране. Короче, женщина, ну я послушала, там как бы полтора часа, наверное, где-то интервью, всё. Ну вот так, если слушаться, если кто-то любит, да, вот какие-то такие вещи, такие интересные вещи, да, астрологические. Она вообще астролог, хиромант, я так поняла, там, нумеролог. Астролог всё вместе как бы имеет много инструментов в арсенале. Но в основном она астролог и хиромант. То есть по руке она и по астрологии говорит, что оно вот всё как бы работает в совокупе. Короче, она, я так поняла, не просто пользуется этими инструментами, она уникальный человек. Я вот так тоже послушала её, что она говорит, как она говорит, как она себя ведёт. Вот, мне она очень импонировала, вот, и те вещи, о которых она говорила, я, ну, их понимаю. Вот, то есть это, чтобы зашло ещё, да, нужен человек, которому заходит, у которого есть что-то внутри, что ему это заходит, эти мысли, эти взгляды, вообще обсуждения подобных вещей в таком ключе, в котором она говорит, да. Но она очень осторожно как бы бережёт умы людей. Видно, что она знает больше, ощущает больше, но выдаёт столько, сколько, наверное, может воспринять. Или хотя бы не то, что может воспринять, а есть люди, которые могут воспринять. Вот, ну, довольно таким простым языком пытаются объяснить вещи какие-то. Очень интересное интервью, она там обо всём говорит, о, там, исчезнет ли Земля, там, да, там, вот это вот пандемические такие моменты все, вот, с астрологической точки зрения, да, и вот. Ну, короче, она не просто, короче, астролог, который пользуется инструментами, она видит и чувствует больше, вот, она прям вот создана, наверное, для этого. Интересная личность, интересная женщина. Я хочу сейчас найти её общий канал, если у неё есть канал. Хочу найти её страничку в Инстаграме, если есть, и как-то понаблюдать за ней немножко. Она позитивная, такая добрая, от неё какая-то энергетика добрая идёт. Просто вот даже мне нравится её слушать. Прям понравилось мне вчера её послушать. Вот, поэтому я и вам советую. Всё, я пошла пить кофе и готовиться к съёмкам. Кстати, монтирую сейчас видео, я такая, и думаю, говорила я вам или не говорила. Сегодня у меня будет, блин, открытый урок по тему коучинга. Я не знаю, помните вы или нет, может быть, полгода назад я, полгода, может быть, чуть больше, я тоже искала курсы коучинга. Вот, но тогда я как-то это, мне показалось, дороговато что-то, может быть, я не столько была готова обучаться какой-то новой профессии, плюс всё это обучение дорого, потому что ты получаешь выжимку, понятное дело, то есть никакой воды, как, допустим, в университете, очень много лишнего, допустим, на мой взгляд. В институтах, в университетах очень много лишнего, нужно учить то, что тебе может даже и не пригодиться. А я люблю вот прям специальности, я как раз вот с института ушла со второго курса, один экзамен там мне сдала по, по-моему, клиническая, нет, центральная, нет, не центральная нервная система, это я сдала, ЦНС предмет был такой, у нас центральная нервная система, я его сдала, а вот другой был какой-то, вот там одна женщина, я даже, представляете, я не помню даже, о чём она там нахрен рассказывала на своём предмете, потому что он был какой-то вообще, мне кажется, неважный, но он был как бы по специальности предмет, да, то есть не общие какие-то, да, вот уже к специальности, ну какая-то ветка вообще неинтересная мне, и преподаватель такая, была старенькая женщина, там как-то, знаете, и подача материала была очень такая сложно усваиваемая, усваиваемая, и плюс она, знаете, вот предвзятое отношение к ученикам, да, кому-то она ставила просто с закрытыми глазами, а кому-то придиралась, когда даже можно, блин, натянуть там удовлетворительно, грубо говоря, да, вот, и мы с ней что-то не сошлись, и вот я из-за неё на самом деле покинула институт, так бы ещё осталось бы, перешла бы на третий курс. Вот один её экзамен, она меня не захотела, короче, мне натягивать оценку, как всем остальным до меня, потому что её предмет никто не знал, вот я вам серьёзно говорю, я когда общалась, мы же знаем, да, ученики друг друга, никто не знал, все переживали, никто не учил, никто не понимал этот предмет вообще, все считали нахрен он нужен, и вот так вот, да, и как бы я слышала, я сидела рядом и слышала, как кто сдавал и кто что говорил, она ещё такая старенькая была, и она, знаете, там половину не слышит, тот влечётся, параллельно что-то пишет, ну вот как бы такие моменты, да, и вот там раз прослушала, ну старенький человек уже, да, и вот все на этом выезжали, какую-то фигню рассказывают, чуть ли не свою историю, как он вечер провёл, понимаете, а она ставит удовлетворительно, а когда села я, она почему-то стала, видимо, внимательно слушать, не знаю, или просто вот она уже поняла, что её разводят передо мной, было много учеников, что что-то тут не то, вот, и что-то вот, хотя я ответила даже, там, я на один вопрос ответила, нормально всё, даже на наводящие вопросы какие-то я задавалась, ну как, не уверена, конечно, но ответила, то есть мне можно было оценочку натянуть, я лучше ответила тех, кто предыдущие ораторы были, но она мне сказала на пересдачу, и меня это в том моменте так взбесило вообще, я думаю, да, ну нахрен, вот, и ушла с института, вот так вот просто, да. Ну я взяла академсправку, она до сих пор у меня, эта справка есть, и я думала, что обратно вернусь, но я уже к тому времени поняла, что я не хочу быть клиническим психологом, не хочу, там были много интересных предметов, я ещё много чего изучала, я ещё заканчивала курсы эриксоновского гипноза, у меня есть сертификаты, вот, то есть если напомнить себе, да, вспомнить, то можно провести терапию, вот, очень хорошую, но как-то, короче, не пошло, не задалось у меня дело со всем этим, вот. И не так давно, вот уже в процессе, да, я начала узнавать, что есть ещё одна методика, то есть психология в целом мне нравится, и я бы хотела помогать людям профессионально, я понимаю, что я это, в принципе, и так могу делать отчасти, но без какой-либо методики, всё на интуиции, да, вот, как бы, интуитивно, я знаю, какой вопрос задать, я вижу картину в целом, это очень важно, ну, то есть есть у меня какие-то такие навыки, умения внутри, для того, чтобы привести человека в нужную точку ему желаемую, да, но я это всё делаю просто интуитивно, просто вот на энтузиазме, когда общаюсь с человеком, да, даже человек, бывает, не просит, и ему вроде бы как и, ну, не просит о помощи, да, грубо говоря, я просто с ним общаюсь и просто вижу какие-то моменты, где ему, возможно, стоит взглянуть как-то по-другому на ситуацию, да, и я вот аккуратненько, просто наводящими вопросами привожу его в какую-то определённую точку, вот, и такое вот случалось на моей практике и жизненном опыте очень часто, вот, и мне нравились результаты, но, как бы, это просто моя жизнь, это просто я, это просто вот то, что я делаю, то, что мне нравится, я люблю, когда у людей что-то получается, им становится легче, они чувствуют себя свободнее, ну, просто по кайфу, просто мой взгляд, моя жизнь, без этого не могу, не могу пройти мимо там, где вижу что-то не так, и можно подкорректировать, когда вещи особенно, довольно-таки очевидные какие-то, да, которые я не просто там знаю что-то из книжки, а которые я прожила и знаю точно, что это работает и что лучше так, и хочется подарить такой вариант, возможность взглянуть на ситуацию по-другому, вариант, возможность взглянуть на какие-то вещи вообще в корне по-другому, да, взгляд, который дает освобождение от каких-то вещей и высвобождает больше радости, это очень круто, вот. Но, конечно же, заниматься еще, знаете, что, какой момент, я вот это люблю делать все, да, естественным таким путем, да, психологическая десятиминутка. И я еще боялась заниматься этим делом профессионально, потому что боялась, что у меня вообще уйдет интерес от этого. То есть, знаете, бывает такое, что когда ты занимаешься чем-то просто по любви, просто потому что тебе так нравится, просто по-другому ты не можешь, да, и это естественные процессы. Хочу-делаю, хочу-нет, сложились условия, ты делаешь, нет условий, ты не делаешь, да. А другое дело, когда ты какой-то деятельностью своей любимой начинаешь заниматься профессионально, и ты уже зарабатываешь, допустим, этим деньги, да, и может появляются какие-то обязанности, какие-то обязательства, да, и слово «надо», вот прям «надо», да, не тогда, когда ты, может, хочешь, а вот когда надо. И я боялась профессионализмом каким-то, да, и вот тем, что деньги этим зарабатываю, вот эти какие-то вдохновения, моменты, как бы, что они уйдут, что придется мне быть психологом, потому что надо, придется мне, вот это моя профессия, да, вот придется помогать, допустим, придется работать с людьми, с которыми я работать не хочу, как бы, да, а вот как бы могу, если это вот не обязательно. Ну, короче, поняли такие тонкие моменты, тоже такой момент был, что я такая думаю, не, пусть лучше это останется каким-то естественным моментом у меня внутри, да. Вот, но я думаю, что в профессии психолога на самом деле столько всяких ответвлений, столько всякого всего, вот мне, например, очень нравилась специальность психосоматика, у нас был обалденный преподаватель, просто он так все рассказывал, что вот психосоматика прям вот, вот прям вообще интересная тема, понимаете? Это когда вот человек приходит к тебе с болью какой-то в теле, реальной, а ты начинаешь работать с его головой, с его зажимами. И вот тогда мне этот предмет понравился еще тем, что считается, что психосоматика — это вообще 90% всех болезней, которыми мы болеем, понимаете? Психосоматикой можно вызвать даже рак. Вот для меня это были такие открытия сумасшедшие. И, конечно, здесь, да, и я сама вижу и в течение жизни встречала людей, которые болеют все время, ходят, лечатся, хотя я вижу, что проблема не в их теле, а в их голове. Это их голова вызывает это все, причем неосознанно. То есть человек реально думает, у него проблемы с телом. А я вижу, например, жизнь человека, да, вижу, какие стрессы он испытывает, вижу вот это вот все и понимаю, что все болезни вот идут от этого, нужно поменять жизнь. И я просто наблюдаю, ну, как бы не говорю, ну, так намекаю, да, я вижу, как человек реагирует и как бы не давлю, не унастаиваю на том, что жизнь поменять очень бывает сложно, да, кардинально, да, там. Может быть, мужчина, который рядом с тобой находится, он настолько тебя нервирует, настолько вы несовместимы, настолько вы друг к другу не подходите, что у тебя начинаются всякие болезни вызываться. Этими болезнями вот ты хочешь как бы психологически, вот внутренне как-то вызвать какое-то отношение, изменение поведения, но оно не меняется, все усугубляется, ну, как бы, понимаете, вот такие моменты. Вот, и бывает, что-то происходит в жизни так, когда кто-то другой говорит об этом, какой-то профессионал, да, вот обращается человек там к кому-то, а профессионал ему говорит, меняй свою жизнь, все болезни у тебя от этого, вот. И я молчу, просто наблюдаю и жду, вот. Но когда это сказал, понимаете, профессионал — это одно, а когда это сказал там человек не профессионал, просто наблюдение его, это другое, вот. Поэтому давно мне хочется выбрать какую-то ветвь интересную, вот, в которой я буду как рыба в воде, и чтобы она вот мне вот настолько нравилась, ну, как бы у меня есть профессия моя, да, вот я блогер, и все это я люблю, этим я живу, этим я кайфую, и это мое и хобби, и заработок, и реализация моя, и все на свете, то есть все совмещает в себе. Поэтому вот так, чтобы, знаете, была такая необходимость, прям потребность искать заработка какого-то на стороне, чтобы это было единственным твоим каким-то заработком, да, у меня необходимости такой жесткой нет. Поэтому я с удовольствием могу, ну, то есть спокойно могу искать себе профессию, которой бы мне хотелось заниматься, в том плане, что, ну, вот, есть у меня избыток энергии, я занимаюсь, нет избытка, я не занимаюсь. Вот, но мне бы хотелось освоить какое-то психологическое направление, какую-то ветвь, в которой я буду хорошо. И вот есть один из таких вот моментов, на которые я давно, ветвей, да, инструментов, к которым я давно присматриваюсь, это коучинг, да, такая подвузочка была к коучингу. Но коучингу сейчас очень дорого, да, обучаться на самом деле. И долго, вот я присмотрела там одно местечко, четыре месяца там обучаться. И они дают, кстати, даже сертификат государственного образца, регистрируют, там они дают его на основании диплома какого-то. Вот, ну, у меня диплом есть, не психологически, да, не по психологии диплом, но диплом как бы есть. На основании диплома можно уже давать сертификаты. Но здесь самое важное для меня вообще не сертификат, честно. Я могу просто даже бумагу получить, что я закончила. Не обязательно государственного образца, мне вообще-то не принципиальный вопрос. Я не буду помогать людям, я не буду работать с людьми и браться за такую ответственность, если я не понимаю, о чем речь. Если я не чувствую себя рыбой в воде, если я не чувствую себя как рыба в воде, если я не уверена в каких-то моментах, которые происходят. Да, для отработки, может быть, техники, я могу это делать, но это бескорыстно абсолютно, без денег. То есть это ты сразу говоришь, что ты учишься, мне нужно отработать технику, давай поработаем, и все. Если я за это буду брать деньги, то есть будет это у меня как дополнительный доход в моей жизни, то в этом я должна уже быть просто профи. Я просто так не могу брать с людей деньги. Просто за какие-то неуверенные моменты. То есть ты должен быть профи, ты должен точно понимать, что ты помогаешь, и человек уйдет от тебя удовлетворенный и с счастьем, и скажет тебе спасибо. И ему будет не жалко совершенно тех денег, которые он потратил. И я знаю, что сессии коучинга стоят очень дорого. И хотелось бы тоже это делать за какие-то приемлемые финансы. Но это вот как бы такая перспектива надолго. Пока что мне просто хочется освоить что-то. Сегодня у меня первый открытый урок будет. Хочу. Вот послушаю, посмотрю, как это все дело работает. Хочу окунуться в эту сферу. Но буду я ли работать этим, заниматься, я не знаю. Но хочу попробовать. Давно хочу попробовать. Короче, у меня сегодня первый урок, и у меня какая-то внутренняя радость, потому что когда ты чему-то учишься, осваиваешь что-то новое, это очень круто. Я вот вам рекомендую даже, просто рекомендую искать, искать, искать. Кому скучно живется, кто хочет чем-то заняться. Просто попробуйте, пойдите на какие-то курсы. Что вам интересно? Обучиться чему-то. Это тоже даёт очень много пространства какого-то внутреннего, знаете, какой-то радости. О, сейчас в этом мире я узнаю ещё что-то новое. Круто. Ну что, мои хорошие, сняла наконец-таки видео с обувью. Боже мой, я его снимала сегодня вот 6 часов, вот не поверите. Сейчас 4 часа я только закончила снимать. Нет, в 3 я закончила снимать. Сейчас я целый час сидела и выгружала всё это. Короче, формировала ссылки, чтобы картинки повставлять, цены повставлять, какие были на сайте, какие сейчас, за сколько я продаю. Короче, это тоже ещё целый час убился на это. Ну, вот считать, будем считать тоже туда же, да, к съёмкам. Ещё монтаж не делался, это только съёмки. И чё, а чем я занималась? Я вот утром встала, чё, кофе попила, смонтировала видосик один и в 11 где-то, в 11 или в 10? В 11, ну будем считать, в 11 я начала съёмки с этой обувью, понимаете? 11, 12, в 11 начала, 12, час, два, три. 4 часа я снимала, потом час я формировала всё это дело, 5 часов у меня ушло на вот это вот всё дело. Ну да, пока я там всё достала, пока ссылка... А, какой? Нет, с 10, 6 часов точно, я же ещё искала все эти ссылки, я перебирала все видео свои старые, чтобы найти обувь, которую я когда-то показывала, потому что я её не могу уже найти на сайте. Короче, я не знаю, тут точно час или два сидела и ковыряла всё это, пока обувь всё нашла, подоставала, поразложила, подготовила. Цены все повыписывала. И только потом села всё это дело снимать. Так что сегодня весь день у меня ушло на одно это видео. Надеюсь, оно вам понравится, и надеюсь, вам понравится обувь. И вы захотите что-то себе приобрести. Вот, в общем, освобождаю полки свои. А то уже у меня новая одежда, а мне уже негде её складывать, понимаете? Обувь, одежда, негде складывать. Ну, короче, таких видео будет ещё очень много на канале, потому что костюмы отдельно, платья отдельно, потому что каждого вот этого сегмента так много. Вот, и верхней одежды ещё раз надо будет всё это вот подснять, потому что ещё есть, ещё есть. А знаете, начинаешь вот так вот разгребать всё, да, и у тебя как пошло-поехало, так ты уже и то, что не собиралась продавать, продаёшь. Ну, ничего, освобождается место для чего-то нового. Вот, поэтому периодически надо это дело делать. Сегодня свекровь зайдёт к нам, сказала, за Денечкой соскучилась. Я говорю, приходите, только у меня сегодня в 7 часов лекция будет. Вот, может, она захочет погулять с Денечкой. Хотя на улице сейчас холодно, если честно. И в садике он уже нормально погуляет. Они как раз-таки выходят где-то в 5, а в 6 я его забираю. Сейчас он точно гуляет. Вот, такие дела. Поэтому, в общем, как-то будем совмещать сегодня гостей и мою лекцию, открытый урок, потому что очень хочется узнать побольше о коучинге. Вот. Ещё надо что-то подумать, приготовить. Всё съели. Всю еду съели. А готовить не хочется, если честно. Надо готовое купить, наверное. И не заморачиваться. Кстати, сейчас в Инстаграме сделала пост, чтобы мне задавали вопросы по поводу взаимоотношений. В общем, кому интересен мой взгляд, взаимоотношений каких-то между мужчиной и женщиной, и всё такое, там, между подругами, между родными. Короче, задают вопрос для видео моего на Ютубе, на этом главном канале. Поэтому ссылку я могу оставить вам даже под этот пост. Если что, заходите, задавайте вопросы и услышите его в видео. Если хотите услышать его в видео, задавайте вопросы. Кстати, сейчас я ещё... Тоже у нас сейчас подключилась школа для блогеров. Ну, короче, помогают нам делать контент, с аналитикой работать и так далее. И, кстати, я узнала сегодня, сейчас как раз-таки смотрю ролик, я узнала, что если вдруг кто-то подписан на мои уведомления, чтобы приходили к вам ролики, ну, когда новый ролик выходит, и вы об этом знали, да, вы ставите колокольчик, подписаться и колокольчик. Но часто бывает, что люди так делают, ставят колокольчик, но они не подписаны на Ютуб уведомления в целом. Короче, тогда вы не получите уведомления от какого-либо любого блогера, на которого вы подписаны и на которого вы поставили колокольчик. Вот часто просто бывает мне говорят, что в Селена не приходят уведомления. Так вот, чтобы вам приходили уведомления, нужно не только подписаться и поставить колокольчик, допустим, на моём канале, да, или на каком-то другом, но ещё посмотреть, чтобы у вас были не выключены уведомления от Ютуб. Иначе он блокирует все тогда уведомления с Ютуба в общем, и вы не узнаете о выходе нового ролика. Вот. Так что, и вообще, если вы ещё на меня не подписаны, обязательно подпишитесь, и если вы не поставили уведомления, обязательно поставьте. И более того, я надеюсь, что в этом году, может быть, кто-то заметил, да, что на моём канале уже 298 тысяч подписчиков, уже 298 с половиной, вам не видно этой половинки, мне её видно. И я надеюсь, что до конца этого года сбудется одно из моих желаний, это то, что у меня будет до Нового года 300 тысяч подписчиков. Мы округлим эту цифру, наконец-таки, долгожданную, потому что я к ней уже очень долго иду. Вот. И будет мне вот маленькое счастье, маленькая радость. И я для вас сделаю очень хороший конкурс. Хочу сделать какой-то конкурс, подготовить что-то интересненькое. Вот. Поэтому чем быстрее стукнет 300 тысяч подписчиков, тем быстрее будет этот конкурс на канале. Вот. Поэтому welcome на мой канал. Подписывайтесь. И всё-таки, сколько я вот ношу эту куртку уже, что-то я прям смотрю, да нет, идёт она мне. Она вот под определённые тёплые оттенки. Вот зелёный вообще идеально. Вот эта куртка. Вот этот цвет. Не буду её всё-таки продавать. Она прям какая-то незаменимая. Универсальная, лёгкая, тёплая. Она не двусторонняя, случайно, у меня? Нет, вроде не двусторонняя. Короче, пошла за малым. Ну вот, смотрите, какая она классная. И длина у неё такая прикольная. Вот эти кроссовки, кстати, достала. Вот они, видите, тоже с такими же штучками цветом. Золотистые. Под серебро, конечно, не то. А вот эти кроссы я одеваю, и всё идеально. Дэня демонстрирует бабушке. А ты куда пошёл? Я не поняла. Дэня, иди, иди, рассказывай, показывай. Аккуратно, Дэнь, не прыгай с чупа-чупом. Ну что, моя хорошая, всё. Свекровь моя ушла. Дэнечку накормила, приготовила. Я провела обалденный вообще вебинар. Впервые вообще такой вебинар, на самом деле, провела. Так что, вы знаете, не просто тебе рассказали и презентовали коучинг, да, как профессию для обучения, да. Но ещё и в этом же вебинаре отработали там методику, допустим, да, и поработали с твоими целями и запросами. То есть, как это делается с клиентами примерно, да, вот такой вот. И вот у меня теперь целый план действий, что я должна делать к достижению своей цели вообще. То есть, после вебинара не только мне захотелось пойти учиться туда, потому что там вообще куча всяких бонусов и, я не знаю, просто коучинг по всем направлениям, то, что дают на обучении, коучинг по всем направлениям, плюс терапия для прокачки внутреннего роста, плюс финансовая грамотность от профессионалов. Короче, будем подкованы со всех сторон, плюс практики очень много. То есть, 4 месяца, мне кажется, я настолько прокачанным человеком оттуда выйду, что просто... У меня уже даже потенциальные клиенты появились, которые хотят, чтобы я на них отрабатывала технику. Вот, так что вообще супер-купер. Вот. Так что, короче, я прям такая заряженная вообще, замотивированная. У меня целый план действий, что надо делать. Вот, так что буду завтра делать. Я уже половину сделала сегодня, завтра вторую половину буду делать. Все, короче, уже 10 часов на самом деле, без 15 и 10. Я пошла укладывать малыша спать и сама буду ложиться спать. А вам монтировать это видео. Такое вот оно получилось. Не знаю, что там я наснимала. Тоже много говорила. Болталка, да, наверное. Ну, короче говоря, пожелаем. С такой ночью. До следующего видео. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok